Дискаунтеры и супермаркеты Кауфленд начинает возвращать деньги за стеклянные банки и упаковку из подцепучих продуктов. Это такие товары, как орехи, масло, рис и сухофрукты, которые часто продаются в специальных тарах. Однако пока сдать упаковку отцепучих продуктов можно только в нескольких магазинах на юге Германии. Виноделы Германии предупреждают покупателей, что их продукция будет дорожать. По словам производителей, они ожидают увеличения затрат на производство на уровне 30%. Настолько же вырастут и цены на вино. Глава Ассоциации немецких виноделин Штефен Кристман объясняет, что производители напитка не могут оставить цены на нынешнем уровне в ущерб себе или своим рабочим. Поэтому придется больше платить покупателям. На фоне этого эксперты ожидают сокращение потребления вина в Германии. Но вместе с тем у покупателей будет возможность выбирать среди лучших сортов вин Германии. К другим темам. В апреле во многих федеральных землях Германии защитные маски перестали быть обязательными. Падает и заболеваемость коронавирусом. Семидневный показатель уменьшился до 800. Но многие немцы призывают носить защитные маски и дальше. И даже запустили специальное движение в соцсетях, которое активно набирает обороты. Но есть и противники защитных масок. Они пишут, что не понимают, как кто-то может добровольно хотеть носить маску. Почти у половины жителей Германии есть домашние питомцы. На первое место, по данным Центральной ассоциации специалистов-зоологов ФРГ, вышли кошки. Так, в немецких домохозяйствах в прошлом году проживали почти 17 миллионов кошек, то есть 26%. Собаки оказались на втором месте по популярности почти 10 миллионов. В списке популярных питомцев также рыбки, морские свинки, хомяки и попугаи.